Я люблю наблюдать как за мужчинами, так и за женщинами. Очень часто я вижу в людях такой интересный момент. Сейчас очень модно тема, ну не то, что очень модно, но как бы нормально считается, что ты должен развиваться и зарабатывать деньги. И вот вокруг меня, конечно же, большое количество людей, которые любят со мной поговорить на эту тему и спросить меня, ну вот как мне зарабатывать, ну подскажи мне. И я абсолютно начинаю включаться и говорить кучу идей всяких разных, ну сделай вот так, вот так, что ты любишь, что тебе нравится, давай. И вот я вижу, как люди загорают с этой идеей, и ровно через два дня люди газ. Ровно через два дня. Когда я начинаю задавать вопросы, я сначала могу слышать что-то вроде того, что ой, сейчас как бы немножко занят, немножко мне не до этого, говорит человек. А потом человек возвращается в свою жизнь абсолютно нормальную, и даже часто я вижу, как люди наслаждаются собственными страданиями. То есть наслаждаются, вы знаете, вот в упор. Это как женщина, которая повращается, например, и говорит, Оля, я хочу похудеть. Я открываю ее холодильник и говорю, смотри, вот тут у тебя стоит торт, ты его как ешь, я его по утрам ем по половине. Я говорю, так, хорошо, что тут у нас дальше на полке? Стоят макароны по-флотски с мясом. Я говорю, а это ты когда ешь? Она говорит, это на обед я ем. Потом я говорю, окей, хорошо, а что у тебя на ужин? Она говорит, на ужин у меня диетическое. У меня, значит, гречка на ужин, у меня котлеты на ужин и салатом. Я это заедаю. У меня еще есть полудник, но там я обычно больше трех конфет не съедаю на полудник. Ну, еще фрукты иногда ночью, если хочется есть. Я смотрю на этот ее холодильник и говорю, так, слушай, подруга, ну, во-первых, у тебя тут колораж 5 тысяч, это тебе на неделю должно быть. Во-вторых, так дела не будет. Она говорит, правда, я считала, что я немного ем, но тут же, ну, сколько там того тортика, ну, сколько тех макарон. Я перекладываю весь холодильник, значит, разбираю, завожу туда другие продукты в другом количестве. Говорю, все, будешь питаться так. Она говорит, точно похудею. Я говорю, конечно, похудеешь. Она начинает так питаться один день, второй день, на третий день я к ней прихожу и вижу, что в холодильнике снова стоят те же продукты. Я ее спрашиваю, а что случилось? Она говорит, ты понимаешь, два дня я так ела и не похудела совсем. И я поняла, что у меня это вызывает страдания, что я не хочу, в общем, я вообще похудеть хочу, но не сейчас, потому что сейчас у меня немножко другой период в жизни. А потом я обязательно похудею. И вот она продолжает так питаться, ходить по другам, рассказывать о том, что ем же я немного, очень странно, что я не могу похудеть. Очень многие из людей, такое интересное замечание, любят наслаждаться страданиями. То есть ключом является то, что человеку нравится наслаждаться страданиями. Конечно, не особенно. То есть, конечно, он не думает о том, когда он это делает, что я это делаю потому, что мне нравится наслаждаться страданиями. Но на подсознательном уровне он все время, чтобы как бы не разруливалось, он все время находит причины для того, чтобы ему было плохо. И когда ему плохо, у него есть ощущение, что он живет эту жизнь, что он живой и важный человек. И, кстати, я часто замечаю, что люди переключаются на страдания именно тогда, когда боятся развиваться. А боятся развиваться, потому что не хотят напрягаться. Потому что заставить себя напрячься, заставить себя что-то сделать новое – это ужасный выход из зоны комфорта, и люди на что-то переключаются. Кто-то переключается на личные драмы, кто-то переключается на проблемы со здоровьем. И, кстати, в этом очень сильно помогают людям дети. Я такие примеры знаю. То есть, когда начинают заболевать дети, и люди начинают собирать какие-то сумасшедшие суммы денег, и вот у них уже появляется эта проблема.